Что делать, если на листьях помидоров в теплице появились белые пятна? Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы Цветы розы актуальны Зимой популярные статьи Поиск по сайту Найти возможные причины возникновения Белые пятна на листьях томатов могут возникать из-за абсолютно различных факторов Это может быть и воздействие солнца, и нехватка полезных элементов, и даже начавшееся серьезное заболевание Рассмотрим все возможные причины более подробно Солнечный ожог – довольно распространенная причина, особенно среди неопытных огородников Наиболее часто ожоги появляются на листьях рассады, которую специально выставляют на солнце для закаливания Не только засохшие и пожелтевшие листья свидетельствуют о негативном воздействии ультрафиолета, но и маленькие белые пятна Со временем они могут разрастись и покрыть собой всю листовую пластину Лист не сможет полноценно функционировать и растение, скорее всего, погибнет Поэтому очень важно заметить проблему на начальном этапе Если на листьях только появляются маленькие белые пятнышки от воздействия солнечных лучей, растение нужно сразу же притянить Также обязательно нужно использовать стимуляторы роста и минеральные удобрения Правда, будьте готовы, что урожай все равно будет меньше Для профилактики появления солнечных ожогов следует закалять рассаду постепенно Саму пересадку растения в грунт лучше проводить вечером или в пасмурный день Поливать растения следует аккуратно, чтобы не забрызгивать листья Вода отлично принимает на себя свет и выступает в качестве лупы Бактериальная или вирусная инфекция очень часто причиной появления белых пятен становятся бактерии Болезни, которые могут начать себя проявлять именно так Септериоз – белая пятнистость Мучнистая роса Белая гниль Мозаика Септериоз – возбудитель заболевания Грибок Дополнительные симптомы Листья сохнут и скручиваются, как и сам стебель Светлые пятна постепенно темнеют и покрывают все листья Болезнь быстро распространяется и может заражать не только помидоры, но и другие культуры Крыжовник, смородину, виноград и некоторые злаковые Размножению грибка способствует жаркая погода и высокая влажность Животные, насекомые и садовый инвентарь могут быть разносиками на пасти Мучнистая роса – очень опасное грибковое заболевание, способное за одни сутки уничтожить все посадки в теплице Начинается все с маленьких белых точек, которые постепенно разрастаются в крупные пятна Главная причина возникновения болезней – повышенная влажность Температура воздуха в этом случае ключевой роли не играет Поражаются все части растения Белая гниль вызывается грибковыми спорами В отличие от септориоза, благоприятными условиями считаются низкие температуры с высокой влажностью Часто грибок активизируется во время весенних заморозков Белый налет покрывает листовые пластины, стебели и плоды Растение очень быстро полностью сгнивает При этом обычно листья покрываются налетом с тыльной стороны Мозаика – вирусное заболевание Сопровождается не только белыми, но и цветными пятнами Томаты, выращенные из рассады, чаще подвергаются этой болезни В процессе растения постоянно испытывают различные механические воздействия и могут заразиться при контакте с садовым инвентарем Начальная стадия фитофтороза В самом начале своего развития фитофтороз может проявить себя в виде маленьких пятнашек белого цвета Затем они темнеют, разрастаются, плоды становятся мягкими, а листья скручиваются и опадают Определить фитофтороз можно по менее выраженному цвету пятен, которые начинают менять цвет очень быстро Аэдема – отек листьев Это не болезнь, а физиологические проблемы Отек листьев происходит из-за неумеренного полива при низких температурах На поверхности листьев остаются капли воды, под которыми образуются волдыри Сначала они прозрачные, потом белеют При серьезном повреждении весь лист полностью может вздуться Нехватка или избыток микроэлементов Подобные внешние признаки могут провоцироваться нехваткой важных элементов, в частности Бора, укрепляющего иммунитет растения, к болезням Пятна в этом случае появляются сначала у основания листовой пластины, постепенно продвигаясь к кончику Они имеют светло-зеленоватый окрас, что помогает вовремя распознать проблему и начать вносить удобрения Избыток некоторых веществ может спровоцировать такие же симптомы Например, избыточное количество навоза в почве, излишки удобрений с калием и натрием покажут такую картину Ошибки в использовании химикатов от вредителей В неправильном изготовлении химического раствора или чрезмерном опрыскивании Готовой покупной смесью можно серьезно навредить посадкам Из-за высокой концентрации действующего вещества в растворе на всех частях растения появляются химические ожоги Опасность состоит в том, что этот процесс необратим Поэтому очень важно четко следовать инструкциям на средствах от насекомых или болезней Как спасти урожай первое и самое важное, что нужно сделать при обнаружении белых пятен Определить причину их возникновения и оценить масштабы поражения В зависимости от этого будут варьироваться и методы лечения Если это солнечные ожоги, то растения необходимо укрыть от солнца Также есть специальные средства первой помощи Янтарная кислота, эпин и циркон Эти вещества помогут справиться со стрессом, но вернуть обгоревшие ткани уже не получится При грибковом заболевании следует воспользоваться медсодержащими препаратами Они остановят процесс размножения и развития инфекции К таким препаратам относятся фунгициды, цинек, икхом, бордовская жидкость, медный купорос и 3% хлорокисмиди Зараженные пластины при этом необходимо удалить предварительно обеззараженным инструментом Свежие срезы посыпать пеплом или обработать раствором марганцовки Действенных препаратов для борьбы с мозаикой не существует Поэтому очень важно выбирать для посадки только здоровые семена и проводить Ежегодную замену грунта в теплице и тепловую дезинфекцию Профилактические меры уже проявившую себя болезни или солнечные ожоги сложно, а иногда и невозможно вылечить Чтобы не допустить появление пятен на помидорах, необходимо придерживаться следующих правил Дезинфекция семян и почвы перед посадкой Регулярное обеззараживание садовых инструментов Правильный севооборот, менять расположение грядок следует каждые 3 года или чаще Своевременное пропалывание Соблюдение режима полива Поддержание постоянного климата в теплице Температуры от плюс 20 до 28 градусов Влажность не более 75% Проветривание Внесение в почву необходимых удобрений Отсутствие механических повреждений посадок Советы и рекомендации опытных дачников Воспользуйтесь советами огородников со стажем относительно того, как предотвратить потери урожая Не высаживайте рассаду в знойный день Если синоптики прогнозируют жаркую погоду, то лучше отложить посадку на пару дней Безнадежно больные растения следует вырвать с корнем и сжечь После процедуры тщательно вымойте руки и постирайте одежду, чтобы исключить повторное заражение До посадки лучше подготовить рассаду к солнечным лучам Для этого в течение недели каждый день по полутора-два часа следует выставлять емкости с рассадой на солнце Вода при поливе должна быть теплой или слегка прохладной Всего должно быть в меру и солнца, и воды, и удобрений Заключение при внимательном наблюдении за посадками и ответственном подходе к выращиванию томатов Велика вероятность, что никаких негативных моментов в процессе не возникнет Лучшее лечение бактериальных и грибковых заболеваний, ожогов и т.д. – это профилактика Следуя советам опытных садоводов, можно минимизировать шанс появления химических, механических или болезненных пятен на помидорах Со всеми вытекающими из этого последствиями Что случилось с томатами? Белеют листья у рассады у отчдис видео он YouTube Субтитры создавал DimaTorzok